Здравствуйте, с вами Смогул Фазомат, в эфире Atomicent Business Channel, программа в курсе. 12,1 трлн тенге, достигнутого в последний рабочий день прошлого года. Драйвером роста индекса оказались бумаги Народного банка и Казминералс акции банка. Повысились в цене более чем на 2,5% до 84 тенге 68 тиин, что является максимальным значением с 20 сентября 2017 года. Ближайшим значимым уровнем сопротивления и, следовательно, следующей планкой для роста акций будет 90 тенге. Значительный рост показали акции Казминералс, которые повысились в цене более чем на 2% до 3880 тенге. Сегодня бумаги продолжили ралли, начатое после первой декады прошлого месяца. Акции компании дорожают, игнорируя снижение цен на медь, которая к закрытию торгов на кассе дешевеет почти на 1%. При этом рост акций Казминералс проходит на повышенных объемах сделок. Наибольшее снижение продемонстрировали акции КСЛ, которые опустились почти на 3% до 1730 тенге. Коррекции бумаг проходят после значительного пятничного роста, когда объем торгов по этим бумагам был максимальным за все время торгов на казахстанской фондовой бирже. Благодаря повышенному спросу акции компании 29 декабря выросли почти на 6,5%. Доходность рынка денег сегодня снизилась. Доходность операции РИПО с государственными ценными бумагами сроком на один день снизилась на 5 базисных пунктов до 9,28%. Объем торгов достиг 363 млрд тенге. Доходность однодневных своп операций с долларом США снизилась на 13 базисных пунктов до 9,76%. По двухдневным свопам снижение было более значимым – 109 базисных пунктов до 9,95% годовых. Сегодня спред между однодневными ставками РИПО и валютными свопами продолжил снижение к нижнему уровню коридора базовой ставки, что связано с отсутствием острого дефицита тенговой ликвидности, которое наблюдалось на рынке ранее. Нацбанк продолжил изъятие избыточной ликвидности на рынке, разместив сегодня вне биржи два выпуска нот. По семидневным нотам доходность не изменилась и осталась на привычном уровне 9,25% годовых. Объем размещения достиг 100 млрд тенге. По 28-дневным нотам ставка достигла 9,34% годовых при объеме 298 млрд тенге. Спрос превысил предложение на 14% и составил 452 млрд тенге. Средизвешенный курс доллара повысился на 96 тенге до 333 тенге 29 тенге. Объем торгов по сравнению с пятницей снизился на 72% и достиг 109 млн долларов. В первый торговый день нового года доллар начал с укрепления к тенге. Похоже, что курс возвращается к ранее торгуемым уровням 335-336 тенге за доллар. Напомним, что в последней декаде декабря курс национальной валюты укрепился почти на 5 тенге до 331 тенге. При этом объем торгов был довольно большим. Ослабление доллара, скорее всего, было вызвано конвертацией экспортной выручки с целью оплаты налогов, что стало ключевой причиной укрепления тенге. Сделок с рублем и евро заключено не было. Курс юаня с расчетами на завтра достиг 51 тенге 29 тенге при объеме торгов 300 тысяч юаней. Это была программа «В курсе». Увидимся с вами после следующей торговой сессии. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok